то что вы сейчас видите не должно существовать в реальности но все-таки она вертится джон серл изобретатель этой машины утверждает доброго время суток сегодня я раскрою секрет и некоторые нюансы генератора джона серла и его летающей тарелки много подписчиков тех кто подписан на мой канал просили чтобы я снял о нем видео точнее об этом генераторе и его летающий тарел я скажу честно очень давно изучаю именно этот генератор джона серла и его тарелку не обратил внимание на многие нюансы на которые просто все как бы тупо просто игнорируют по непонятной мне причине почему игнорируют то есть эти детали не считают неважными или несущественными но по той или иной причине на это никто не мир не обращает внимание еще прошу заметить одну вещь в фильме который снял bbc про самого джона серла там все красиво они также уводят от сути и истины то есть они чуть-чуть завесу при открыли как это все работает и дальше ушли точнее увели с истинной цели и истинного пути чтобы понять как устроен на самом деле этот генератор джона серла так вот первое на что нужно обратить самый важный нюанс это то что первый опыт сам джон серл повторил в 14 лет в 14 лет не в 30 не в 40 не в 50 а именно в 14 это привело к его первому эксперименту который был проведен дома на кухонном столе присутствии домовладельцы это было 1930 какой-то там вот где-то до 40 года понятно да какие могли чем он мог обладать то время сейчас мы можем видеть что этот генератор тот который нам показывают а мне диму и магнит какие-то сложные схемы технологии так далее там в 14 лет в 30 там пятом или 36 году какими ноу-хау он мог обладать какими технологиями для того чтобы создать свой первая модель которую джон серл сделал в возрасте 14 с половиной лет после нескольких вдохновляющих сновидений стояла на столе с позволения домовладелицы 1 летающий диск допустим все что рассказывает эта правда нужно от этого сталкиваться иначе все шайбду это верить дальше так бессмысленно по сесси мы приняли на то что он говорит правду что он первая свой летающий диск создал в 14 лет значит бы отсюда отталкиваться первое для того чтобы построить этот генератор или летающий диск а вообще сначала нужно создать летающий диск а потом уже делать генератор нужно вернуться к истокам то есть возвращаемся в 14 лет и мы понимаем что ребенок не обладание то есть о как по его рассказы у него не было богатых родителей мама там по моему умерла он где-то жил на квартире денег у него не было работала какой-то там компании и первое время вечером создал свой первый летающий диск он собрал ее и потом запустил генератор он положил на него фонарик положил на него кастрюлю положил на него утюг чтобы проверить какой вес он сможет выдержать прежде чем выйдет из строя с этого нужно начинать как он создал его это же вопрос 10 но отходить исходить из того что у него не было сверх какие-то сложные технологии следующее на что никто не обращает внимание это то что ему снились сны и во снах его кошмаров в возрасте 14 лет я по-другому взглянул на свой сон в своем первом сне я вижу как иду в школу по дороге в школу я общаюсь с детьми и подходя к школьным воротам мы начинаем играть в классики ему было видение как это все создать он видел магический квадрат из этих чисел джон серл получил точное количество каждого вида деталей во вращающихся роликах и кольцах для своего генератора каждый квадрат обозначает количество вещества потом он видел диск и как по сегментам этот диск горел то есть огнем светился вот он как бы вылазил на лестницу на чердак и там это все светилось и я вижу что охапки сена наверху выложены определенным образом и внезапно круг начинает пылать огнем вот это тоже самое какие таблицу менделеева менделеев получил во сне никола тесла свои изобретения вообще видел говорит я их не запретая их просто вижу это то что говорил вернадский что есть вокруг земли информационное поле нужно к нему подключиться так вот великие эти гении они имели связь постоянно как никола тесла или временную как допустим тот же менделеев джон серл ему приходили разные ответы подсказки во снах ну ладно я отвлекся самые важные момента то есть нужно первое вернуться к истокам как это все начиналось то есть те магниты которые там используют дальнейшем я буду показывать в схемах ну вот такой есть предполагаемая схема его генератора вот мы можем это видеть здесь вставляются неодиемые магниты в эти отверстия это все можно будет посмотреть ссылки поставлю и вот сама схема с ключами с транзисторами так далее как управляется 14 лет тридцать четвертом году какие вопрос могли быть у него какие-то технологии вот такие вот вещи он мог делать это абсурд вот на то что никто не обращает внимание вот он магический квадрат как бы мы не прибавляли все эти цифры так или вот так получается 134 можете пересчитать здесь есть конечная цифра допустим 3241 и он говорит многие не обращают внимание вот есть такой паренек кп сахалин канал у него называется вот он он сделал все правильно он сделаете ролики по технологии так алюминиевый корпус внутри эбонитовая прокладка внутри еще внутри идут сами магнит 6 магнитов джон сэрлл говорит что нужно использовать 8 магнитов как ему во сне пришли приснился сегмент и разделенный то есть магнит разделенный на 8 частей это пренебрегает то есть есть один канал как я не помню как его зовут он всячески высмеивает бтг и так далее берет какую-то хрень собирает ее на быструю руку говорит вот она не работает но понятно что она не работает потому что если я сейчас возьму на допустим бутылку воды на насыплю какой-то соли и какой-то ерунды в откуда два электрона и к лампочке скажу вот лампочка не светится значит батарейка не существует это же бред правильно вроде я туда засыпал воду там соль еще какой-то ерунды два электрода к лампочке лампочка не горит значит батарейку сделать нельзя но как бы суть я правильно показал правильно но вот лампочка гореть не будет также есть он засмеивает говорит вот мы это берем то 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 и она должна светиться она не будет потому что не соблюдена технология нюансы выпускает здесь тоже самое почему он использовал 6 роликов они 8 почему этот главный цилиндр нужно состоять из 8 неодимовых монетов а он состоит всего лишь из 6 есть куча вопросов которые просто люди тупо нарушают правила для того чтобы что-то создать но тем не менее промежка с алюминия внутренняя обоим и сабонита особенности дальнюю данной установки на первый взгляд вот какие отсюда идет холод как с холодильника поставили обруч алюминиевый ролики зашевелились быстрее намного то есть он достиг самое важного то что эти ролики то есть когда он этот генератор запускает она все работает то есть этот весь генератор у него полностью рабочий и самый важный момент не то что он как бы работает оттуда исходит холод это то что как бы на самом деле суть всего эксперимента заключается в том что получается как бы сверх проводник это то что в дальнейших своих видео роликах он говорит джон серл что вот в этом диске образуется сверх проводящие среда и благодаря этому как бы этот диск он взлетал и генераторы его работал но суть то не в этом суть в том что технологиями то есть советами которые приоткрывает фильме bbc который тысячу раз все пересмотрели по этому фильму делают как бы свои экспериментальные установки они пренебрегают практически всем она работает но не так как должно работать обратно возвращаемся назад вот есть у нас такой диск который уже использовал для плоской земельщик вот есть у нас диск и для того чтобы этот диск полетел вот мы можем видеть летающий диск джона серла вот фотография то старая фотография когда он это все использовал в свое время когда изобретал запускал эти диски как вы думаете там стоят какие-то сверх какие-то там аккумуляторы батареи или что-то еще нет в него там в то время скорее всего не было доступа каких-то сверх технологий особенно еще в 14 лет когда диск он создал положил на него утюг положил на него еще какие-то приборы и в присутствии хозяйки квартиры он собрал ее и потом запустил генератор он положил на него фонарик положил на него кастрюлю положил на него утюг чтобы проверить какой вес он сможет выдержать этот диск взлетел и улетел пробил крышу точнее пробил потолок потом пробил крышу и улетел у него в то время не было никакой сверх технологии то есть мое предположение вот слушайте внимательно как это предполагаемое было это я не говорю что сто процентов именно так был у него некий скажем так статор который был отдельно а вот этот вот диск он выполнял функцию ротора вот этот вот статор здесь крутился некий допустим магнитное поле грубо говоря в этом диске находились какое-то количество магнитов не неодимовых обычных магнитов центре центре этого диска находился какой-то еще один магнит цельный вокруг него были цилиндрические магниты разделен каждый магнитик был разделен на 8 частей и вот этот вот диск статор крутился точнее не не сам диск а как бы магнитное поле раскручивала и благодаря этому магнитному полю вот эти вот не дима точнее просто магнитики они крутили с большой скорости достигая определенной скорости когда он ставил на него нагрузку это диск по непонятной причине начинал подниматься вверх когда он ставил на него какие-то тяжелые предметы до этого время он просто как бы начинал как бы чуть-чуть взлетать и говорила что температура в комнате упала почти до нуля до 4 кельвина когда нагрузка была увеличена до определенного уровня температура внезапно упала почти до 4 градусов по кельвину что почти равно нулю как это он померил тоже неизвестно но стало холодно был такой момент когда для того чтобы удержать этот диск джон серл руками схватился за него чтоб он не улетел я по глупости своей схватился за генератор и держал его а лестница по которой я поднялся упала потом я не мог его отпустить в результате его руки примерзли корпусу и опять не пробил чтобы него не было проблем с хозяйкой хозяйка начала возмущаться могут что ты своими опытами портишь мне долл цепился и он отморозил себе руки потому что вот этот вот диск как мы только что видели устройство взлетела к потолку сильно ударился потолок пробила его и зависла под крышей унося за собой все кастрюли и утюги которые потом с грохотом посыпались вниз вот этот кп сахалин он повторил этот опыт центре этого диска образовался холод сверхпроводимость то есть копать нужно отсюда нужно для начала создать не генератор а нужно создать этот летающий диск чтобы он мог летать а потом все остальное то есть нужно идти от истоков от начала и нужно четко понимать что никаких неудимых магнитов у него не было нужно четко понимать что такой сложной схемы там не было вообще в априори был обычный статор скорее все просто скрутящимся может быть диском который крутился может быть просто магнитное поле был один центральный магнит и вокруг него еще несколько магнитиков и все то есть все его диски вот там нет никакой электроники внутри вот его диск он же потом когда большие делал диски повторял и обратить нужно внимание на вот это вот магический квадрат то есть идем если мы возьмем вот это вот вот его диски которые летали это реальность но как говорится до сих пор он это все держит в секрете это вот можно это сравнить как я в свое время вот генератор уже на сэрла говорят что он у себя дома в своей лаборатории питался был не за энергетически независимым создал этот генератор и он еще и вырабатывал электричество электричество но опять же говорю для тех кто пытается повторить этот опыт нужно четко понимать какие у него были в 14 лет возможности какие у него могли быть детали какие у него идеи и самое важное джон сэрла говорит что я в то время не знал многих законов физики и не знал много многих законов электричества как это все работает и потому он сказал это было мое преимущество это к тем обращение кто постоянно кричит иди учи физику чем больше мы знаем тем больше забываем есть такая поговорка да вот слишком много знаний это проблема мы считаем и так невозможно так не может быть и мы сами себя ограничиваем сами себя тормозим там где человек обычно не знающий начнет проверять ставить опыты умные знающие делать это не будет он бы считать а это ерунда работать не будет а кто-то не знает как братья райд я уже приводил этот пример тысячу миллион раз они не знали законов физики и не не знаешь как то что что это эдисона доказывал что аппараты с другими учеными не только он это он в числе тех ученых тяжелее воздуха физически и математически они доказаны не могут летать обратил райд которые просто работали механиками чинили велосипедный у папы то есть дети игрались и создали самолет но они конечно хотели лететь это это утрировал что игрались и создали самолет они по вечерам создавали свой самолет и они полетели невзирая на то что все в то время отрицали на говорили доказываю что это невозможно и что он не полетит а он полетела и не взяли полетели все в время только могли представить полет на дирижабле на воздушном сша они создали аппарат тяжелее воздуха который полетел потому что они не знали этих законов да и знать не хотели горе от ума так вот чем больше мы знаем тем больше забываем и чем больше мы знаем тем больше мы тупее скажем так вот я не призываю что нужно все забыть некоторые законы нужно знать но некоторые можно пренебречь теми законами закон например сохранение энергии или закон то что скорость света постоянной неизменной так далее вот если дальше мы идем по этому то что говорит джон сэрл то он говорит что над поверхностью диска этого образовывалась особая среда как бы воздухе слышался запах озона и этот диск вокруг него светился розовым то есть электролизация происходило если мы вернемся дальше то что допустим к платформе гребникова он сказал одну простую вещь но вообще не он другой человек он сказал что у майского жука допустим по законам физики он не должен летать наверняка все это слышали что майский жук по законам физики летать не должен он как-то летает и гребников и некоторые ученые когда начали исследовать они пришли к выводу что его крылышки создают антигравитационное поле вот эти вот маленькие а есть еще один ученый который говорит что вокруг жуков мух какой-то момент есть определенные места где создаются антигравитационные вихри а точнее высокоразрядные излучения высокоразрядные электрические разряды и благодаря этому высокоэлектрическому разрядному полю они летают создается эффект антигравитации вот такое смелое заявление сделал некоторые ученые которые занимаются изучением насекомых так вот я к чему это все хочу это все сопоставить то есть для того чтобы лететь сквозь пространство нужно преодолеть гравитация гравитация преодолевается при помощи магнитного и электрического поля в этом скроется секрет и в этом кроется загадка что нельзя пренебрегать деталями те которые джон серл своих рассказов чуть-чуть приоткрывает нужно обращать внимание четко с не 6 частей а 8 не так как 13 делают частей а нужно 12 и четко знать какие там части это все взаимодействует и нужно начинать самого начала нужно сначала создать диск который будет летать а потом же его генератор они наоборот сначала генератора потом диск ну вот и все на сегодня всем всего хорошего то что я хотел рассказать про генератор джона серла я как бы очень подробно и затянул как всегда рассказал если кому-то понравилось даже не си не понравилось ставим лайки подписываемся на канал и пишем комментарии кто согласен со мной кто не согласен также высказывайте свое мнение буду рад я все время их читаю на многие отвечаю бывает просто нету времени отвечать но такое бывает комментариев под моими видео очень много вы можете это все видеть всем всего хорошего еще раз до свидания